Трансляцию те, кто сейчас находится здесь, в непосредственно в зале, они об этом сюрпризе не знают, который сейчас Анна Азовская здесь всем подарит. Перед двумя главными поединками вечера, сейчас увидим выступление главной мамы в ММА. ПОДПИШИСЬ! 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 Жан Мишель по прозвищу Чёрный Лев! Но пока Анны Азовской мы не увидим, мы сейчас увидим выход как раз соперника её сына, камерунг Жан Мишель Бок по прозвищу Чёрный Лев. Чёрный Лев, насколько я помню, Магомед Курбанов, боксёр, выступающий за РМК Боксинг, такое же прозвище носит. Так вот, Жан Мишель Бок, 32 года, рост 170 сантиметров, представляет камерунский файт-клаб Lion. Лев, соответственно, мастер спорта по кикбоксингу и тайскому боксу, так что видим мы здесь яркую ударную технику, я надеюсь, в исполнении. Камерун за чемпион, камеруна по кикбоксингу, чемпион мира по тайскому боксу в разделе K1 по версии WKM. Что касается выступлений по ММА, то вот в ММА у него как-то не очень складывается, потому что в соответствии с официальной статистикой на его страничке, у него 7 выступлений по ММА. Из них всего лишь одна победа и 6 поражений, причем победа была в первом поединке, ну, дрался он с Петром Подлесным, начал выступление по ММА в 2015 году, а потом дальше как-то стал проигрывать. Причем проигрывал Леяру Саркерову, проигрывал, кстати, Джабару Аскерову в 2015 году в первом раунде на Octagon Fighting Sensation. Также проигрывал Зимбергу Токтабаеву, Николаю Каушинскому, Никите Гесарову и вот и Ринато Баширли. То есть так получается, что, в общем-то, Камерунец в основном дерется, ну, в основном, вот все вот эти бои, которые у него официально в рекорде есть, все провел против россиян и всем россиянам проиграл. Причем, кстати, надо отметить, что большинство своих поражений Джабару Аскерову получил досрочно. Новый боец, которого особо представлять не нужно. Виктор Кичигин, россиянин, представляющий сейчас город Рошайя, групп Светогор. Венят мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Венят мастера спорта по боевому самбо. Вот как раз Анназовская с шашками у него за спиной. Чемпион Ставропольского края по АРБ. Майн-кратный чемпион Ставропольского края по боевому самбо. Начал выступать в группе профессионала в 2013 году. Начал, сначала победил Мурата Асланукова. Начал выступать в степени стих крепок. Ну, а давайте пока посмотрим, как Анна Асловская отцует шашки. КОНЕЦ ФИЛЬМА А Камерунец между там с опаской так-то поглядывает. А женщина с шашкой. Вряд ли понимает, что это значит. Это старые казацкие традиции. Вот эта новинка. Ну вот, еще один такой деморализующий фактор от камерутца. Пускай знает, как вы женщины на руси. Виктор Кичигина. 17 победных боев, 5 поражений. Дрался он уже на воинерской битве. Также дрался он на техкрепе очень много. Выступал и на ACB. Убеждал там, кстати, Ильисхана Магомадова. Ну и на Алаш Прайд в том числе. Последний бой, кстати, провел в сентябре 2018 года. Против Юрия Евгеньева на вымирской битве 4. Убедил своего соперника в первом раунде за 38 секунд удушением сзади. Сейчас Виктор Кичигин идет на серии из 4 побед подряд. До этого проиграл в 2017 году на Fight9 Global Руслану Яманбаеву техническим нокаутом во втором раунде. Чемпио фенераа за 86 секунд удушев board на картинку. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Друзья, вы готовы? Друзья, гимны прозвучали и практически все уже готово к соглавному событию сегодняшнего вечера Виктор Кичигин против Жанна Мишеля Мбок Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Подхват бросает его Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот смотрите, четко поймал момент, то есть я же решил, это вот тоже от опыта, даже решил не садиться в фуллмаунт, потому что перешел и задушил просто. Увидел момент, что там что-то жанр решили, бог цепляться не может. Но он все-таки ударник, и здесь надо ответить грамотную тактическую подготовку. Вот за этим шумом даже сложно вам что-то рассказывать. Грамотная тактическая подготовка, когда ты понимаешь, что у тебя соперник ударник, ну не надо с ним сражаться в стойке, его нужно побороть и задушить, как сейчас Виктор Хичигин, который на ваших экранах все правильно и сделал. Виктор Хичигин Здравствуйте, в городе Жаль. Мне было очень приятно с вами выступить за этот город. Большое спасибо, конечно, Алексею Адюхину, мэру города нашего. Это все благодаря ему, все, что вы сейчас видите, все, что происходит. Действительно, большое спасибо, Алексей. Также вся семья моя здесь, моя мама, братья. Я очень переживал, ну, ничего. Вот он, смотрите, город Рошаня Держуа в руке своей. И не повезло никому заправить этот флаг. Он будет всегда у меня в руке. Еще раз Виктор Хичигин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова